Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Мы в полном составе возвращаемся в Подольск. Едем, значит, по нескольким важным делам. Первое, это нам нужно приобрести автобокс на крышу, чтобы дальше отправиться в большой, в большущий, я бы даже сказал, путешествие, у которого нет даже концовки. Ну, по крайней мере, мы даже и не знаем, как что будет. Просто дело в том, что бокс, который нам нужен, подходит по цвету, он остался один, поэтому мы не стали заезжать больше никуда, типа Ростов, мы тоже хотели заехать, заехали только в Ярославль, там погуляли, давно хотели посмотреть этот город, изучить. Посмотрите обязательно предыдущий выпуск по ссылочке в описании. И поехали уже вечером туда, на Москву. Мы несколько дней стояли, значит, на Волге, тоже выпуски обязательно посмотрите, было достаточно интересно. Сейчас новый выпуск, значит, совершим эту покупку, сделаем еще кучу дел в Подольске, так что не переключайтесь, будет очень интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии, погнали. Мы остановились, решили попить кофе, купили персики, вот, и насколько удобен вот этот ящик, и насколько все-таки удобна вот эта лейка. Просто разложился быстренько, моешь, греешь и сразу кушаешь. Настенка заварила кофе, и тут, короче, я с Мироном отхожу, и тут крик такой, да ладно, это вы, я, короче, из машины выбегаю. А это, бамс, наши подписчики и здесь в Ярославской области, вот так вот нас прямо на трассе встретили. Себе, себе передавайте пример, привет будете, в выпуске. Прикиньте-ка. Привет, ты на работе, а я вот отдыхаю. Вот так вот кофе попили. Слушайте, мы вообще в шоке, она нас зовет в гости, говорит, поехали, а мы в итоге, мы, мы, короче, это, у нас тайминг жесткий, мы в итоге, нет, нет, она говорит, ладно, говорит, ждите здесь 5 минут, я сейчас, короче, приеду, не знаю, с чем поехала. Хорошо, мы в магазин зашли, у меня шоколад был, мы детям шоколад хоть дали, ну, как говорится, так получилось, случайности не случайны, вот. Прикол, просто на трассе вообще, на трассе увидели, подлетела. Настя-ка, что она закричала? Она начинает думать, ой, это вы, это вы, Настена, привет, а я такая стою, думаю, сначала, так машина быстро подъезжает, я думала, что-то случилось, что случилось, кто сейчас сделал, вообще кошмар. Да, вот так вот, мы едем дальше, и я хочу сказать, что, блин, я не знаю, насколько же у нас крутая аудитория, насколько же у нас на канале собирается классные, классные люди, которые, вот сколько бы к нам не подходили, это такие замечательные, искренние, открытые люди с такой чистой душой, с такими добрыми, теплыми глазами, я не знаю, это круто, у меня просто нет слов, на самом деле. Мы заехали в Переславль-Залесский, есть трасса вокруг, объехать как бы этот город, но почему-то навигатор повел здесь, я посмотрел, что их его объезд, на самом деле такой крюк солидный. Вот, что-то, короче, я не рискнул туда поехать, и думаю, дай-ка прокатимся, заодно посмотрим на этот прекрасненький городочек. Вот сколько едем, здесь вообще все засыпано ягодой черника, малина, голубика, что тут яйцо продают, вообще в каждом просто поселке огромное количество. Чуть дальше там, ближе к Кирославлю, там куча продавалась рыбы, причем всякой-всякой разной, вяленые, компченые, всякие сегищи, или как там они правильно называются. Ну, короче, куча всего, вот чернику опять продают, здесь, видимо, прям целые-целые поля. Кстати, друзья, мы решили поделиться прям геолокацией, прям точкой, где мы отдыхали в Ярославской области, и написали об этом пост, и закинули его в группу во ВКонтакте. Так что переходите по ссылочке в нашу группу, и не забудьте на нее подписаться. Там куча интересной информации, мы постоянно выкладываем, нас там уже больше 15 тысяч. У нас уже солнышко спряталось даже за горизонт, мы подъезжаем в Москве, время 20.51 уже, в принципе, уже на Москва. У меня пишут здесь на приборке, что хватит на 150 километров до дома нам ехать примерно 80, я думаю, сегодня уже неохота никуда заезжать. Залью завтра уже, когда поедем за боксом. Так, в Москву заехали, у нас случился тут, ой, у нас случился снова ночной дожор. Раньше на 1000 рублей в Бургер Кинге мы обжирались просто все, мы брали воперы, куча, короче, всего. Сейчас на 1000 рублей мы вообще толком-то ничего и не взяли, но я думаю, поесть хватит. Покажу вам немножко Москву ночную, это Павелецкий вокзал, слева Павелецкий Аплазм. Раньше вообще всю Москву обошел ногами вдоль и поперек, потом, когда купил машину, я ее все объездил, потом, когда работал на Газели тоже, все объездил. Это Садовое кольцо, кстати, вот оно, например, не знает, все так светится, все так красиво. Начиная Москва, это прям топчик. Я помню, когда я только купил себе машину, только ее поставил на учет и получил права, ехал с института домой, мы тогда жили в Бирюлево. И, короче, видите, мигалки, да, вот они здесь постоянно стоят, меня тогда остановили и забрали номера, короче, сняли номера с машины за то, что не было, по-моему, техосмотра у меня, вот. И такие законы были еще тогда вдалеке, это какой-то год там я был, даже не помню, то ли 9-й, то ли 10-й. Сейчас снова стоят. Быстрые завтраки отправляюсь, я еду один, потому что мы решили просто остаться дома. Вообще, мы планировали заехать рано утром к ребятам, забрать этот бокс, если, конечно, все понравится. И не стали так делать, потому что Настя говорит, давай доедем до дома и как следует выспимся, а потом ты с утра уже поедешь. Я как бы, ну окей, просто минус этой всей истории заключается в том, что у ребят находится производство на севере, а мы живем-то в Подольске, это юг, поэтому мне сейчас надо через всю Москву бабахнуть. Мы часто путешествуем и много ездим, и у нас совсем нет времени ходить за продуктами по магазинам. Особенно, когда снимаем квартиру, и в самом доме нет никакого магазина. И вот сейчас мы находимся у родителей в Подольске, и до ближайшего магазина мне идти где-то 2-3 дома. Все бы ничего, если бы Слава не уехал по делам за боксом на машину. И вот я нашла отличное решение, заказать продукты через сервис доставки магазина Перекресток. Просто взяла в руки телефон, выбрала все, что мне нужно. В приложении больше 35 тысяч товаров, а цены и акции прямо как в магазине. Все просто, добавляю товары в корзину и готово. Не нужно никуда ехать и таскать тяжелые сумки. В течение часа заказ будет на пороге вашего дома. И в течение часа мне уже позвонил курьер. Удобно? Здесь возьму. Спасибо большое. Здравствуйте. О, огромное спасибо. Спасибо. До свидания. А вам, дорогие зрители, мы даем промокод СЕМЬЯ400 на скидку 400 рублей при покупке от 1800 для новых клиентов. Ссылку для скачивания приложения и промокод на первый заказ я оставляю в описании ролика. Переходите и пользуйтесь с удовольствием. Ну ладно, пойду готовить обед, а то скоро приедет славян голодный. Нужно будет его вкусно накормить. Вот такие вот тяжеленькие пакеты. Здесь наклеечки делаются, крупные, чтобы... Вообще, еле поднимаются, потому что у нас здесь... В общем, я заказала разные фрукты, овощи, окурцы, помидоры, персики, да. Я бы, правда, немного высыпалась, но не помялась, аккуратненько носила. И мы с Мирошеком готовим супчик куриный, сейчас с лапшичкой, с фрикадельками. А яй тут нельзя у бабушки для посудомойки, по таблетке. Мирошек, иди сюда. Мирон тут, короче, пытается бабушке всю кухню разнести, да. Бабушка ругаться будет на нас. Нельзя хулиганить. Нельзя, зайка, нельзя. А что ж такое-то? Вот тянет его туда и все, нельзя, сынок. Купили мы, короче, тортик. Сейчас Лайк приедет, обрадуется. Он очень любит панчо, а здесь как раз бисквит, ананас, орех и сметанный крем. Такое мы будем. Сейчас будем чай пить после обеда. И поздравлять его с покупочкой, да, сынок? Вот так и готовим вместе. Мамы маленьких детей поймут, да? Ой, все заляпал, все, ой, нервничает. Туда нельзя, там бабушки на все. Бабушка нас наругает, привет. Всю заляпал, всю кухню бабушки. Мыть будем к приезду. Ой, запасы бабушки. Ну, сейчас все растрипушит. Сколько я жил в Москве, всегда вот этот участок в районе теплого стана на МКАДе, внутрянка стоит всегда. Неважно вообще, какой год, какое время года, какой день. Вот тут всегда что-то они ремонтируют, что-то латают. Всегда пробка. Прикиньте, еду по МКАДу в пробке, вот серая машинка догоняет. Би-би-би-би мне. Вы случайно, говорит, не славянцы ли, а на чемоданах. Я говорю, да-да. Он говорит, о, привет-привет. Я не знаю, что сегодня за выпуск такой. В Москве очень сильно жарко. И получается, что вот так вот поливайки, да, которые, ну, обычно на дорогу направлены у них, эти форсунки, сейчас направлены вверх, чтобы хоть как-то освежить. Вот мы сейчас, видите, немножко даже, получается, помоемся. Вот такая вот история. Вау! Вот, помыли немножко машину. Я, походу, приехал. Ижорская опять. Сейчас позвоню. Да-да, это Вячеслав. Я подъехал. Так. Вот в такую территорию мы попадаем. После арки направо. Так, 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 а, вот, меня уже машет человек. И, походу, мы заезжаем. Здравствуйте. Приветствую. Слава. Смотрите, вот сейчас сюда направо, я встану, там штыри торчат, чтобы не пробить резину. Я сейчас на них встану, вы правее меня. А, окей, понял. Ну, примерно такой будет. А? Это душ тогда сделал. Да, бак, ага. 24 там, поламулитра. Так, макбокс-про. Какой огромный выбор. Вот самое классное, что в наличии, потому что я вообще долго искал, чтобы прям были. Вот это прям в роли. Сейчас сезон, и разбирают их. Ничего себе. Вот это громадина. Для того, чтобы нам его установить, нам нужно теперь передвинуть рельсы, чего я, кстати, и боялся, что их придется передвигать. Соответственно, и душ тоже нужно будет в этих креплениях двигать. Сейчас посмотрим. Я пока двигал заднюю перекладину. Тут уже даже распаковка произошла. Ну вот, под сеть трубы. Будет идеально. Так, это тогда вот сдвинул, на сколько мне еще нужно? Я думаю, еще пододвинуть чуть вперед. Еще. Мы сейчас накинем бокс сверху. Да, ну мы накинем бокс. В общем, если, допустим, веса сюда много загрузить, сюда можно еще профилечек воткнуть. Да, сажать. И он уже будет на поперечине на боках. Ну, я думаю, вообще будет за глазами. Ну, я с нижней стороны еще покажу. Значит, по креплению. Идет скоба, которая цепляется за саму поперечину. Вот этой стороной лучше ставить вперед. То есть, по ходу движения. Почему? Потому что, во-первых, поперечины бывают разные. Бывают крыловидные, бывают аэродинамические овальные. Если мы поставим вот так, то из-за вот этого изгиба она здесь изнутри выйдет не ровно, а выйдет под углом. Ну что, мы закинули его на крышу. Блин, конечно, красиво получается. Единственное, что думали, думали пододвинуть чуть ближе, но тогда у нас воздух не будет, как бы, обтекание будет не то уже. Поэтому решили так, четкое обтекание. Единственное, что с трубой решим, либо я трубу подвину, либо докуплю третью перемычку уже, потому что вес воды будет. Ну, в целом, конечно, вот так. Сейчас будем крепить. Все, другой, ну, вот этим ушкам, которые больше ставили, вперед. Дальше изнутри надеваем резинку, демпфер. Блин, не видно. Дальше вставляем потом вот эту вот проушину. Можно так поставить, можно так. Лучше вот этой стороной, потому что тогда удобнее будет. А, ну, цеплять ремень. Засовывать. Поставили сюда, и здесь сверху два обнажа. Так, а вот, кстати, на белую машину, белый бокс. Это 400, да? Да. 400, вот это, да? А, тот 460. 460, и это тоже 460, только черный. Сейчас покажу цвет. Коль, говорю, мы так попали, что все цвета есть. Такой переливающийся, но прикольный. Белый и серый, вот так вот. На боксе три крючка, один замок. И здесь, короче, такая классная фишка, что когда ты его закрываешь, если вдруг какая-то не попала в замок, то он тебе просто ключ не отдает. То есть нет вариантов, что закроется неплотно, либо по дороге крышку оторвет, ключ просто не отдаст. Вот мы сейчас пробуем закрыть, и вот, получается, не попали крючки. Например, да, не попали крючки. Соответственно, я ключ, я его никак не вытащу отсюда. Он его не отдаст. Соответственно, если я его защелкну туда, вот, в этом случае я могу закрыть его и вытащить. Все. Ну и вот он, ага. Не, я имею в виду, власти. Вот они, ящики. Не, ну и в багажнике, я думаю, неплохо они. А как они крепятся? Ну, то, во что гараж. А, вот они. Да, и плюс есть поддельники, которые они любят. Не, ну неплохо. Ну, собственно, разные объемы. А вот все сами, вот они. Это самый маленький. Это 300? 430 это идет. То есть он короче и он шире. А, он широкий. Хорошо встает, например, там на Ниву трехдверку. Красиво смотрится, выигрышно. Вот, в норе редко берут, потому что, ну, короткий, и на многих машинах он как шарик. Но не у всех Нива. Да, да. Это 380. Вот этот, 460 литров в разных цветах. Почему? Встает почти на любую машину за редким-редким исключением. Самый ходовой, 460. Да, он как бы по размерам, 175 см внешне, и он встает либо вот прям идеально, либо там чуть-чуть, вот как у меня, например, в машине, но это вообще ни на что не влияет. И объем у него, 460 литров, сравним с объемом почти любого багажника. У нас какой теперь? 520. 520. 520 он еще выше. Ага, ни фига, конечно, он очень здоровенный. А эти? А это, ну, тоже боксы, тоже они на стропе, без фурнитуры. Это 240 литров идет. А, ну вот вообще миниатюрные. Да, этот 7690. Ходовые цвета, получается, черный, белый, серый. Самый ходовой черный, в целом есть, да, черный, белый, серый. Но белый, он только в глянце, белый глянец. Ага, ну вот сейчас как вставили, в принципе. Да, да, да. Хорошо попал, чтобы все посмотрел, какие цвета. Я уже говорил, что я капец, как много где искал боксы. И, естественно, немаловажный критерий был именно цена. И вот представьте, вот этот вот бокс 520. 520 литров. 520 литров. 25, да, да, 1190, да? Да, 25. Сейчас надо рассчитаться будет. Ну, собственно, я уверен, что таких цен вы точно не дойдете. Плюс, ребята, это у них здесь производство. Сюда приезжаете, лучшая цена. Вот везде, поверьте мне, искал года полтора точно. Но еще мы начали искать, когда ML-ка у нас была. На нее, когда мы уже не влазили, вы помните. И как только мультик взяли, сразу же вот. Ура, ура, наконец-то красота. Так, вот мы сейчас в закрытом положении, про что я говорю. Про аэродинамику, видите. Вот у меня получилось вот прям идеальный угол. Вот, вперед даже двигать не хочу. А вот, например, здесь вот на машине, видите, чуть упирает. Но здесь как бы сама по себе так машина. У меня как бы можно его туда-сюда двигать. Собственно, название, если вам что-то где-то почитать, вот. Запоминайте. Макс Бокс Про. А ссылочку, ребят, я оставляю в описании. Переходите и заказывайте. Я не знаю, это какая-то очень красотища. Как давно я хотел эту штуку на себе купить. Насколько теперь мы максимально разгрузим машину, вы себе даже не представляете. Смотрите, как классно смотрится. Это все дело с трубой. По цвету мы идеально попали. Здесь заброндируем, здесь будет другой цвет. Ну и сами посмотрите теперь по кругу. В круг это великолепно. Возможно, на жопу еще поставим эту солнечную, солнечную панель. Вот. И еще ребята приехали на крузак, будут ставить сейчас себе бокс. Вот так вот. Ну, прям сразу видно, что боксы, конечно, очень четкие. Ну, как вам? Также напишите в комментариях. Выглядит огонь вообще. На свету хочу показать вам. Выехал из гаража из их него. Смотрите, какой клевый цвет. Вот то, что надо. То, что надо. Наконец-то. Да, поиски бокса были настолько серьезные, друзья. Я не знаю. Мне кажется, я ничего так больше не искал, как бокс, который бы проходил по объему и по цене. Конечно, самое главное. Я когда выбирал себе бокс, я даже подходил просто к людям, у кого стоят боксы, и расспрашивал вместительность, что и как, где и так далее и то подобное. В итоге, ну, мнения на самом деле расходились, да, поэтому у меня были самые такие главные, так сказать, критерии. Это большой, чтобы он был вместительный, чтобы форма была обтекаемая, ценник, естественно. И когда мы уже вот приехали в Москву с юга, то, естественно, нужно было, чтобы он был в наличии, а не так там где-то заказал, ждешь, короче. Ну и, собственно, вот ребята с MaxBox Pro. Идеальный вариант. Очень хочется сейчас доехать до дома, позвонить своим, чтобы они вышли на улицу, и посмотреть на их эмоции, что они скажут в своем первом впечатлении от багажника. И, конечно же, уже руки чешутся, что-то туда загрузить, посмотреть, сколько всего у нас туда вместится, и, конечно же, отправиться в новое путешествие. Я добрался. И что хочу вам рассказать первыми эмоциями. Он на месте. Это, во-первых, да? А, во-вторых, ничего не свистит на ходу. Ничего не шумит. Ничего не дребезжит. Короче, вообще, в принципе, прям норм. Я все-таки думал, что будет какой-то свист, еще что-то нет. Все отлично. Что, собственно, и радует. И да, кстати, я максимальную скорость держал 130, вот на Симферопольке. Как бы, ну, прям идеально. А еще у нас здесь в кузнечиках меняет асфальт. Вот эту улицу долежали, срезали. Да, Настенка? Что ты смотришь? Экскурсия здесь по кузнечикам. Мы сейчас еще идем встретиться, значит, с нашей знакомой. Она очень любит наших детей. У нее тоже дети, но они сейчас у бабушки и в пензе. И, в общем, вот в этом дворе наши дети много времени провели. Это мама друга Артемкина. Ну да, да, все правильно. Вот, все изменилось. Здесь построили огромную школу, стадион. Здесь все так красиво, забавно, забавно. Очень круто. Такой стадион. У нас теперь бы окна. Если бы мы здесь жили, выходило бы вот это. Раньше был просто такой пустырь, пустырь, короче. А сейчас даже вот еще вот новую детскую площадку устанавливают. Ну прикольно. Вон они, все и грибой, вон что-то. Монтажи там. Нет, зимой ты видела, что ты в пляже. Он был маленький, совсем. Очень молодец какой-то. Ну что ты сразу ко мне тянешься-то, не на? Когда мы в месяц приезжали. В месяц? Да, 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 да. Да. Чего ты? Общайся. Русишка он у нас. У нас бабушки не пошли. Иди стакан и неси. Я купил венца, попьем посидим. Блин, у меня на работе. Ну мне тоже. Я каждый день работаю. Мы вчера так и не сумели с Таней попить вина, но приехал Паша и ее муж, и мы, короче, эту бутылку раздавили с ним. Но сегодня у нас у Мирончика еще 11 месяцев, поэтому мы решили вообще сегодня все собраться. Таня сдала анализы, поэтому завтра ей не надо сдавать кровь. Сегодня она говорит, я сегодня точно буду. И вчера еще сидим, она говорит, подождите до завтра, я тоже хочу. Короче, я сейчас сгоняю, куплю вина. Вот, мы сейчас приготовим ужин, все вместе здесь соберемся, потому что когда мы еще увидимся, мы дальше отправляемся в новое путешествие. И решили, что сегодня точно стоит посидеть. На ужин будем сегодня запекать в духовке картошку вместе с курицей. Здесь крылышки, голень и бедро. Вот, сейчас выставлю здесь температуру, в маринад, соевый соус, чесночок. И, 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 в принципе, все. Вот такая красота получается. Вот, я только что купил, сходил. Здесь все готово. И духовочка тоже нагрилась на 200 градусов. Сейчас буду все дело закидывать. Винца, как всегда, Мироло, красная полусладкая, таманская, родная. Кому сегодня 11 месяцев, маленький мой? Как-то Мирончика можно поздравлять в комментариях, да, сынок? Да. А фотографию посмотреть у нас, Синьки, в телеграм-канале. Иди сюда. Куда бежишь? Куда бежишь? Синчик, передавай всем привет, скажи, мне сегодня 11 месяцев. Спасибо всем за поздравление. Давай быстрее. Пока. Папа, скажи, ты что делаешь? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. На, давай, давай сюда. Вот так вот. А кому сегодня 11 месяцев. Восемка. Здравствуйте. Здравствуйте. Это что такое? Подарки, это тортик. А я говорю, тортик купил. Я на разы перепутала. Это тебе, но только поехать. А чем Родион? Ой. Это назад. Это вот мунышечка. Молодец. А, вот, игрушечки. Нет, это не игрушечки. Грушечки, игрушечки, игрушечки. Пацаны, идите сюда, ваш зовут. Идите скорее. Идите скорее. Вам сейчас кое-что, наверное, подали. Пара-пара-пам. Здравствуйте. Это вам. Спасибо с Родиком. Вау. Любимая. Так, Родик, это мне, тебе пакет, да? Это убираем в холодильник после ужина. Спасибо. Это мороженое. Пойдемте, Родик. Оттуда мы не мыло? У нас просто водоплатная. Кстати, вот смотрите, какая красота получилась, которую сделала Настеночка. Здесь Таня принесла какие-то тортики. Вау. Ну, что-то прям разошлась, как говорится. И здесь у нас уже готово основное блюдо. Сейчас будем садиться. Вот такая красота получилась, значит. Здесь и голень, и как она, короче, эта штуковина. Забыл название. Крылья. Есть еще грудка, картошечка. Все еще вкусно запеклось. Сорян, ребята. Если снова вы смотрите и не кушали, срочно бегите в магазин, что-то готовьте. Но не могу вам не показывать эту красоту. Ну, какой у нас получился наипрекраснейший стол. Последний штрих. И можно звать всех за стол. Еще осталось дождаться Пашу, когда он приедет. Где-то уже едет с работы. И будет полная компания. 11 месяцев. Ты что на стол ты лезешь? Стоять будешь? Мне сегодня можно все, да? Вот так вот. Садись, я тебе положу. Садись. Ням-ням положу. Садись. Ты ты так стоишь. Ничего себе ты дал. Садись на попу. Ты не дал, акинулся. За 11 месяцев. Человеку. Давай, Родик. Главное здоровье тебе. И Ром. И родителям твоим. Ты все самое главное. Позови Родешку. Артем. Танин, сын. Позвонил Артему. Вот они выросли вообще вместе. Во дворе. А сейчас Артем кайфил к бабушке в Пельзу. Хорошо. Ну у тебя как? Нормально. Ну хочешь, иди туда, чтобы ты не стеснялся. Да, хорошо. Расскажи, что-нибудь. Все, убежал. Я тоже по-своему отмечаю, да, сын? Так, спустя пару часов Мирончик тебе нашел няньку. Он еще думает. Так. Ты знаешь, где ты сидишь? Смотри, я папа. Вот мама. Нет, скажи, не знаю. Это кто это? Артем, играй в сомби. Артем, а вы спады? Да, да, да. И я, ты старик. Да. Попа там, да. Попа там, да. Таня, все тоже надо закрыть. Вот такой вот выпуск получился. Я надеюсь, такой формат видеоролика вам тоже понравится. Пишите, конечно же, комментарии, ставьте лайки. Если не подписаны на канал, обязательно прямо сейчас подпишитесь, потому что в следующем видеоролике мы с вами отправимся в новое путешествие, в новый город. Будет очень и очень интересно. А я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok